Ваши комментарии по игре? Мы готовились, мы ждали соперника Сизюзова и Мастеровитова. Если коротко, то, наверное, мы даже довольны, что мы сыграли здесь ничем. Больше всего то, что нам нравится всем, нам нравится то, как прибавляет, растет мужа от нашей команды. Мы это видим, мы этим довольны, но, конечно, хотелось бы, чтобы результат, наверное, был чуть получше. Но я думаю, что он придет, потому что цель и задача у нас не только занять какое-то место, но и воспитать высококвалицированных футболистов. Никто не ждал такой прытия от Строгино, все ждали от Химок, от Ихстильщиков, но только не от Вас. Как сейчас получается, удача так на Вашей стороне или в состав подобрался? А мы никуда не бегали. Мы пока сыграли 4 тура. Нам где-то повезло. Мы за счет этого получили определенную уверенность. И потом состав у нас подобрался с самого начала. Примерно в том же количественном составе и остался. Мы чуть-чуть помолодели. Но это результат работы ребят. То, что на сегодняшний день есть, это, допустим, никакая не прыг. Это результат маломерной работы. В первую очередь, ребят, их самоотдача, их желание развиваться, их желание играть в футбол. Мы к этому идем. А какие-то выводы, наверное, нужно будет сделать немножко попозже. Первый вывод – это после первого круга. Посмотрим, где и как мы окажемся. А каждый последующий вывод мы анализируем и делаем после прошедшего круга. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Как прокомментируете во втором тайме? В самом начале судья не показал пенальти. Ну, я не комментирую судейство. Все люди, каждый делает свою работу. Поэтому надо посмотреть, что там было и как. Здесь судейство пусть занимаются те, кто непосредственно этим занимается. А в принципе остались довольны работой команды? Нам нравится то, как мы растем. А конкретный вывод и конкретный анализ мы сделаем после того, как мы посмотрим. Сделаем определенные выводы именно по тем требованиям, которые мы предъявляем ребятам. Нам нравится то, что мы с ними договариваемся, они стараются это делать. Но нам еще много работать. Очень много работать. И нам еще есть куда расти. Укрепляться будете еще как-то? Вы знаете, мы можем только укрепиться воспитанниками своей школы. У нас такая цель. И те ребята, которые у нас есть, у нас количество футболистов 27. Мы будем из этих футболистов укрепляться. Потому что у нас есть ребята 95, 96, 97 года. В зависимости от того, как они будут прибавлять, они будут прибавлять. Потому что мы видим, как они работают. Мы будем за счет них и укрепляться. Хорошо, спасибо. У меня нет вопросов. Владимир Анатольевич, пару вопросов от меня. Скажите, не было опасения, что не хватит им на концовку? Потому что команда самая в первом тайме играла очень атакующая, высоко, прессингуя. Ну, конечно, у нас были опасения. Поэтому я еще раз ребятам о раздевалке сказал. И сейчас повторю. Ну, конечно, они молодцы. Понимаете, тут, наверное, есть микроклимат, про который я не раз говорил. Но были определенные задачи в Кубке. Для нас очень много делает наш президент, Анохин Сергей Вячеславович. К сожалению, так получилось. При достаточно, может быть, неплохой игре мы и вылетели из Кубка. И последующие наши игры будут связаны именно с какой-то моральной частью, чтобы в какой-то степени компенсировать то, что не получилось. Да, мы молоды, да, есть объективные вещи. Но на сегодня ребята собрались и, в принципе, выложились без остатка. Тем более мы, к сожалению, потеряли капитана своего, один из наших основных игроков. Но вот вы спрашивали, кем, думаю, капитана. Да, вышел у нас Женя Носевкин, 96-го года. Есть куда работать, но по той самоотдаче и по той работе, которую он проделал, мы видим, что у нас, в принципе, достойные есть ребята, которые стремятся играть в основном составе. Сегодня в стартом составе вышел Александр Куданов. Много проработал. Комментарии дадите по его вкладе. Я Сашу Куданова знал очень давно. Лично сам привозил, будучи работая в Крыльсоветах, в эту команду. Саша имеет базовые данные для хорошего футбола. Мы ждем, мы верим в него. Единственная проблема, он у нас на каждую тренировку тратит на дорогу по 5-6 часов. Наверное, это ему немножко мешает сохранить те силы, чтобы показать то, что он может. На сегодняшний день, да, он провел большой объем работы. Но мы знаем, что то, что он сегодня показал, это, скорее всего, процентов 25-30 того, что он может. Сегодня впервые сыграл в середине. Вы его выпустили на несколько минут. Как он вошел в игру, как выполнял вашу сумму? Ну, опять же, мы с Сергеем тоже давно знакомы. Мы знаем его, какой потенциал. Наверное, зато в короткое время сложно было что-то показать, чтобы сделать какие-то кардинальные выигры. Это как раз, наверное, тот игрок, с которым мы будем работать в недельном цикле от тура к туру. И смотри, как он будет развиваться и как он будет помогать нашей команде. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.